У меня слышно? Поставьте, пожалуйста, в чат плюсик, если хорошо. Да, вижу, что вроде все хорошо. Мы начинаем наш вебинар. Сегодня я расскажу вам об интеграции системы антипагиат и EBS в Министерскую библиотеку онлайн. Сейчас одну минутку получше сделаю. Приступим. План работы следующий. Вначале я рассказываю весь вебинар. У вас, если возникают вопросы по ходу, вы можете найти специальная вкладка, есть слева внизу. Андрей, Андрей, чуть потише, чуть потише. Стало громко. Процентов, если на 15 тише, то будет... Хорошо, я постараюсь потише. Так лучше? Лучше слышно? Да, отлично. Хорошо. Итак, процесс работы следующий. Если у вас возникают вопросы по ходу вебинара, я, честно говоря, не знаю, как выглядит у вас интерфейс, но вот у меня слева внизу есть такое место с вкладкой «Чат». Там есть две вкладки «Общие» и «Вопросы». Вот если у вас вдруг возникает вопрос, пожалуйста, задавайте его на вкладке «Вопросы». В этом случае гораздо легче будет найти его и ответить в конце, нежели из вкладки «Общие». Это первое замечание. Второе. Ну, как сказал Павел Юрьевич, запись вебинара будет доступна. Кроме того, вы можете прямо сейчас получить презентацию, с которой я буду выступать. Она находится в общедоступных ресурсах. Называется «антиплагиат плюс убо.пдф». Это «пдф файл» с той же самой презентацией, по которой я буду сейчас вести вебинар. Еще немножко тише. Ну, давайте еще немножко тише. Треск. Я прям даже не знаю, что. Вроде тестировали все. Андрей, можно просто сделать тише, не отодвигать микрофон, а сделать тише в настройках микрофона. Вот над вами, в центре вебинарных... Сделал про тише, как лучше? Сделать... Поговорите, пожалуйста. Потише сделай, так лучше? Лучше, собственно? Да, вроде бы так лучше, да. Если будут еще трески, то пишите, буду стараться корректировать. Да, вроде бы так хорошо. Итак, приступим. Прежде всего, что такое антиплагиат? Антиплагиат – это специализированный поисковик, который, в отличие от обычных поисковиков типа Яндекс, Гугл, Бинк и так далее, ищет не по нескольким словам поисковому запросу, а по целому документу. Вы отправляете в поиск на заимствование документ. Ну, разумно это делать от нескольких абзацев, то есть где-то примерно тысячи символов. Тысяча символов при стандартном написании, там, 14-й шрифт, полуторный интервал и так далее, это где-то примерно полстраницы или пара абзацев. Соответственно, вы отправляете такой текст на поиск заимствования. Антиплагиат обнаруживает такой же или похожий текст и возвращает вам отчет, в котором представлен ваш текст, текст запроса, размеченный блоками заимствования. Блоки и ссылки на те источники, где встречается такой же или очень похожий текст. Итак, запрос – это документ практически любого размера и любого формата, ну, из разумных, конечно. Мы поддерживаем PDF, DOC, DOCX, RTF, HTML, TXT, архивы поддерживаем, в которые упакованы перечисленные выше форматы, ODT, ну, в общем, все основные форматы и даже те, которые редко используются. Результат проверки – это интерактивный отчет. Слово интерактивный здесь очень важно. Результатом проверки не есть что-то, что выносит решение о качестве работы. С результатом проверки, с отчетом дальше должен работать эксперт. В идеале система сейчас обладает уже такими функциями, что вы можете прочитать работу студента в системе, при этом, пользуясь инструментами интерактивного отчета, отредактировать этот отчет и сделать так, чтобы тот процент неоригинальности был истинным процентом неоригинальности, а не просто ссылками на такой же текст в каких-то других источниках. Вполне возможно, что система пока не распознала автор статьи того же автора, на который он ссылается и который он цитирует, или еще какие-то моменты. Это должен сделать эксперт, который проверяет работу. Антиплагиат ВУЗ – это версия системы антиплагиат, предназначенная для использования в небольших и средних учебных заведений с централизованной системой управления обучающим процессом. Ну вот, чтобы вы представляли, линейка продуктов, она как матрешка. И ВУЗ находится условно в самом центре. В этом продукте уже появляются такие возможности взаимодействия преподавателя и студент, на которых мы в дальнейшем и остановимся, и которые, собственно говоря, и позволяют говорить об интеграции с различными внешними библиотечными системами, такими как университетская библиотека онлайн. Выше антиплагиат ВУЗ существуют более серьезные продукты. Это структура, которая предназначена для ВУЗов с очень большим количеством факультетов и кафедр на этих факультетах с разветвленной структурой, которую управлять в едином месте достаточно сложно. И следующая редакция – это сеть. Здесь вообще предусматривается наличие различных факультетов и сильно обособленных структурных подразделений, которые вполне возможно, что управляются совершенно отдельно, имеют другую специфику. Например, это может быть НИИ в рамках какого-то ВУЗа, школы или федерального университета. Или еще что-то такое. Им, например, не нужна функциональность ВУЗа, им достаточно эксперта или базиса. Структура, эту сеть позволяет организовывать несколько различных версий системы антиплагиатов как единое целое. В 2015 году, не без нашего участия, был принят закон, приказ Министерства образования и науки РФ номер 636, и в нем, в частности, есть 38-й пункт, который предписывает проверять на заимствование все устные квалификационные работы и после этого публиковать их в электронно-библиотечных системах организации. Собственно говоря, об этом сейчас и пойдет речь в этом вебинаре. Варианты загрузки ВКР в систему антиплагиатумус. Возможно, в принципе, три варианта основные. Первое – это в системах, начиная с эксперта, есть кабинет эксперта, в котором вы можете загрузить любую работу, необязательно ВКР, и проверить ее на заимствование. В этом случае преподаватель должен собрать файлы работ со студентов, загрузить их в систему, провести анализ, выписать куда-то результаты, как-то сообщить об этом студентам, в общем, что-то сделать. Это все делается вручную, и после того, как проверка завершена, нужно опубликовать это в электронной библиотечной системе организации, выгрузить отчеты, в общем, очень много ручной работы. Такой способ больше подходит для совсем маленьких вузов, ну и на самом деле не рассматривается нами, как основной механизм работы со студенческими работами. Второй вариант. Это взаимодействие со студентами через механизм преподаватель-студент. В этом случае студенты регистрируются самостоятельно в системе, получают свой собственный кабинет, в котором они могут отслеживать задания, курсы и задания, в которых они участвуют, загружать в них работы, получать обратную связь. И после такого взаимодействия преподаватель-студент все работы, загруженные в задания, будут автоматически, ну, пожелания, зависит от настроек курсов и заданий, добавлены в электронную библиотечную систему организации или в индекс. Ну, и в индекс. Может быть, и туда, и туда, эти настройки никак не связаны. Кроме того, преподаватель получает в удобное время, это можно задать, оповещение о том, что такой-то студент загрузил работу и преподаватель просматривает уже результат, выставляет оценку, в общем, налажено взаимодействие. И третий вариант – это организация с помощью API. В системе антиплагиат есть API с самых низких редакций, с базиса. Через API вы можете организовать взаимодействие в уже налаженных вами процессах, в уже имеющихся у вас информационных системах, любое взаимодействие, какое пожелаете. Здесь на вашей стороне должна быть команда программистов, ну, или хотя бы один программист, который сделает вот это внедрение в ваши процессы так, как этого вам нужно. Добавит в ваши процессы, в вашу информационную систему возможность проверять на заимствование с помощью системы антиплагиат. Это наиболее гибкий вариант, но он требует наличия у вас хотя бы одного программиста, который бы смог это сделать. Это не у всех бывает, не всем это нужно. Сегодня мы остановимся на среднем варианте и рассмотрим взаимодействие преподаватель-студент в системе антиплагиат ВУЗ и дальнейшая интеграция с университетской библиотекой онлайн это выгрузка результатов задания, то есть набора работ, которые были проверены в рамках задания, в библиотечную систему. В частности, вот здесь это университетская библиотека онлайн. Итак, у нас в предыдущем пункте было задействовано три роли. Эксперт – это такая роль, у которой есть личный кабинет. Этот человек, пользователь с этой ролью, может загружать документы на проверку, свои собственные, смотреть тут же сразу отчет, анализировать его, редактировать, добавлять документы в индекс, если он этого желает. Индекс собственной коллекции. Преподаватель. У него также есть личный кабинет, он может создавать курсы и задания. Курсы включают в себя несколько заданий. Курсов может быть несколько. Может приглашать студентов для участия в задании. Анализировать и редактировать отчеты, оценивать работы, отправлять на доработку, при этом сопровождая свою оценку неким комментарием для студента. Как видите, здесь отсутствует возможность загрузить работу самостоятельно. Это сделано для того, чтобы преподаватель сосредотачивался именно на проверке работ, чтобы ему чисто формально, с помощью системы, он не мог бы загрузить работы за студента. И тем самым мы снимаем нагрузку с преподавателя в этой части. Очень часто преподаватели не желают даже заниматься этой деятельностью. Не все хорошо владеют компьютером. В общем, существует достаточно много проблем, связанных с этим. Они постарались оградить преподавателя этой лишней ненужной работы. Студент. У него также есть личный кабинет, который содержит всего несколько функций. он может загрузить работу в задание, в которое он приглашен. И посмотреть результат этой работы, и посмотреть результат этой работы, комментарии от преподавателя. Вот, в общем-то, и все. Оценку. И, возможно, краткий отчет, если преподаватель ему это разрешит. Давайте поподробнее пройдемся по процессу того, как все это устроено. Итак, вначале, вот перед вами схема, перед вами схема, по которой мы пройдемся. Она выглядит достаточно сложной, на первый взгляд. Но на самом деле, у преподавателя здесь всего три действия, у студента два, все остальное делает система. Все достаточно просто. Итак, вот как выглядит кабинет преподавателя. Он входит, как обычный пользователь, и попадает вот в кабинет. У него слева... Одну минутку попробую. У него слева есть место, где сосредоточены все его курсы и задания. Курсы делятся на активные и те, которые в архиве. Вот первый уровень иерархии, это как раз и есть курсы. Второй уровень иерархии, это задания. В задании, если нажать на задание, вы увидите список уже сданных работ. Или, если эта работа была сдана только что, вы ее еще не видели, вот она здесь помечена значком new, красненьким таким. Соответственно, преподаватель может создать курс, сделать в нем задание и пригласить студентов на это задание. Первое, что он должен сделать, это создать задание, затем, собственно, пригласить студентов. Студентов можно пригласить двумя способами. Первое, это указав в задании перечень всех e-mail адресов студентов, которые должны в нем участвовать. Этот перечень можно получить либо от группы, либо из IT-подразделения или деканата, или можно, например, взять из предыдущего задания. То есть, если у вас внутри курса одна и та же группа идет, e-mail очевидно, то есть, студенты те же самые, смысла собирать еще раз список e-mail нет, вы можете просто скопировать, ну, даже не скопировать, а можно просто указать задание, из которого можно взять список студентов и продолжить с тем же самым списком, то есть, вообще, в пару кликов. Вы приглашаете студентов и студенту будет, придет вот такое письмо. Вы получили это письмо, так как такой-то преподаватель пригласил вас в задание. Здесь обозначены сроки сдачи работы, даты окончания задания. Для того, ну, и, в общем, есть ссылка, по которой нужно перейти для того, чтобы загрузить работу в задание. Второй вариант. Если преподаватель не хочет собирать e-mail и никто, как бы, в УЗИ нигде нет списков этих e-mail, то можно сделать гораздо проще. Можно распространить среди студентов код задания. Это вот такая вот буква, цифренное обозначение, с помощью которого студент может самостоятельно зарегистрироваться в системе и загрузить свою работу именно в это задание. Преподаватель увидит это нового студента, скажет, да, я знаю этого студента, одобрит его, и его работа попадет в это задание. То есть предусмотрены как условно онлайн способы, когда у вас есть список e-mail, вы можете целенаправленно пригласить именно тех студентов, которые вам нужны, так и оффлайн с помощью распространения некой информации, с помощью которой студент может авторизоваться и попасть именно в ваше задание. Задание имеет три даты. Первая – дата начала, вторая – последняя дата сдачи работы, и третья – дата окончания задания. Почему даты последней сдачи работы и даты окончания задания разные? Ну, не секрет, что студенты, люди такие очень подвижные, у них жизнь кипит, и очень часто они не успевают сдать или сдают, но совсем не то, что нужно, и приходится переделывать, и последний срок, вот он очень часто не выдерживается. Сделан специальный задел до даты окончания задания, когда задание закрывается совсем, и в него уже ничего нельзя загрузить, оно отправляется в архив, добавляется в индекс, если это необходимо, отправляется в ОБСО. Это, собственно, дата окончания задания. Для того, чтобы преподаватель мог бы еще продлить этот срок, срок последней сдачи, чтобы донесли хвосты. Не обязательно студентам рассказывать об этом, потому что это расхолаживает, все знают, что вот, ага, последняя дата, она еще не последняя. Но, тем не менее, такая возможность есть. Студент входит в свой кабинет, у него есть две возможности. Первая это загрузка студенческой работы по коду задания. Это вот тот самый хлайн-способ, о котором я рассказываю. Студент указывает код задания, в который он хочет загрузить работу, и свой e-mail. Оба параметра обязательны. После чего происходит его регистрация в системе, и его работа попадает к тому преподавателю, который создал это задание с таким кодом. И если преподаватель его одобрит, этого студента, то студент попадает в процесс. Кроме того, все эти способы снабжены вот такими вот иконками, которые являются ссылками на видеоуроки, а что же здесь делать. Итак, это первый вариант. Второй вариант. Студент может, если у него уже есть аккаунт, он может войти в кабинет студента, и там у него будет список всех тех курсов и заданий, в которые он приглашен, которые у него есть. Кроме того, он уже также из кабинета может загрузить задания по ходу. Так, то есть, видите, ничего сложного нет, студент загружает работу, и работа попадает в кабинет преподавателя. Далее преподаватель начинает работать с отчетом. Что такое отчет? Отчет это, как я уже говорил, это интерактивная форма, в которой представлен текст документа, который был отправлен на заимствование. Причем достаточно давно, уже больше года, у нас есть возможность просмотреть документы в исходном форматировании. Видите, исходный вид. Здесь сохраняется все форматирование, все таблицы, рисунки и так далее, и так далее, и так далее. То есть можно действительно читать документ в системе. Какие есть здесь еще условия и форматирование? Оранжевым цветом, вот он здесь немного розовый получился, оранжевым цветом отмечены заимствования. Зеленым, тоже какой-то бледно-серый, но тем не менее, зеленый, отмечены цитирования. Что это такое? Заимствование, давайте начнем с цитирования. В цитирование попадают, во-первых, корректно оформленные цитаты, далее, сюда попадают цитаты из, ну, в виде заимствования из законов и нормативно-правовых актов. У нас есть модуль поиска по системе гарант, в которой собраны все российские законы и даже некоторые нероссийские законы тоже есть. Кроме того, в цитирование попадают еще общеупотребимые выражения, такие как «что и требовалось доказать» или в диссертациях бывает это часто в авторефератах какие-то шаблонные фразы, которые встречаются в результате исследования или по закону Бойля-Мариота, что-нибудь в таком будет. В заимствование попадают те фрагменты, которые нам удалось найти в каких-то других текстах. Соответственно, смотрите, система антиплагиат не является сутьей. И плагиат, факт плагиата, на самом деле это юридический термин, и плагиат может установить плагиат является плагиатом или нет, может установить суд через специальную экспертизу с помощью человека-эксперта. Поэтому система антиплагиат говорит, что вот здесь заимствование есть, а дальше человек-эксперт должен просмотреть это заимствование и сказать, действительно ли оно заимствовано. важный момент заимствования могут быть условно трех типов. Первое легитимное заимствование это когда корректно оформленная цитата и когда читатель полностью отдает себе отчет, что данный текст вставлен автором, он взят вот отсюда, есть ссылка и все в порядке. Дальше это называется корректное заимствование, корректное легитимное заимствование. Дальше некорректное легитимное заимствование это когда читающий понимает, что данный текст не авторский, но у него возникают затруднения с определением откуда же автор это взял. ну пример это когда общеизвестно что да вот такие вот вещи их тоже рекомендуется все-таки давать ссылки на то откуда же все-таки общеизвестно или какие-то другие вещи которые ну автор может быть по незнанию или по какой-то халатности недооформил ссылку там или еще что-то сделал не посчитал нужным оформлять эту ссылку вот но у читающего все равно есть понимание того что данный текст он не авторский но вот есть проблемы и третий вариант это собственно самый плохой это когда автор целенаправленно вводит читающего в заблуждение относительно авторства данного фрагмента текста то есть читающий считает что данный фрагмент текста написан автором вот собственно Но это самый плохой вариант заимствования. И именно такой вариант заимствования является недопустимым в научных работах. В остальном задача человека-эксперта как раз в том, чтобы с помощью инструментов системы антиплагиат выявить все такие некорректные заимствования. И антиплагиат в этом случае выступает исключительно как инструмент, который облегчает поиск таких фрагментов и анализов. Потому что он дает ссылки на то, вот слева здесь есть перечень ссылок, откуда были произведены заимствования. А вот легальные они или нелегальные, корректные или некорректные, это уже задача человека-эксперта определить. Продолжим. Итак, преподаватель, получив полный отчет, анализирует его и принимает для себя решение выставить оценку какую-то или отправить на доработку. Кроме того, можно выгрузить еще и полную версию для печати, для того, чтобы, может быть, кому-то удобно читать не с экрана, а с листа. Кроме того, все документы могут быть снабжены специальным предупреждением о том, что данный документ подозрительнее. Что это такое? Очень часто задают этот вопрос. Это значит, что документ содержит признаки. Он не обязательно является специально сделанным для того, чтобы обойти систему, но тем не менее он содержит признаки такого искусственного способа обойти систему и завысить тем самым процент оригинальности. Это всего лишь сигнал для того, чтобы внимательнее отнестись к оценке данного документа. В взаимодействии преподаватель-студент преподаватель может выгрузить саму исходную работу, то есть тот самый файл, который загрузил студент, может выгрузить к себе на компьютер и внимательно с ним ознакомиться, чтобы понять, есть ли здесь какие-то проблемы или нет. Но, да, и появление данного знака не обязательно свидетельство о попытке обмана, но такое все-таки может быть. Как это выглядит? Ну, некоторые, очень большое количество вариантов обходов мы отлавливаем, некоторые из них даже исправляем на лету, то есть удаляем, они здесь не присутствуют, просто система их не замечает. Вот вы можете видеть такие сводки, что на страницах таких-то, таких-то есть там замена символов, вставка какого-то текста, там что-то еще. Этот механизм постоянно совершенствуется и в него добавляются все новые, противодействия все новым и новым вариантам обхода. Также можно посмотреть на подозрительный документ вот в таком разрезе, здесь прямо в тексте документа отмечены те фрагменты, где мы нашли, собственно, этот обход. Выгрузив этот документ в исходном состоянии, можно убедиться в том, что он там есть, или его нет, или что-то с ним так или не так. Итак, система антиплагиатвуз дает предварительную оценку оригинальности документа. Окончательное решение должен принять проверяющий, эксперт, преподаватель. И мы сконцентрированы на обнаружении заимствований именно в текстах. Картинки, формулы, графики, чертежи, музыкальные произведения – это все не про нас. Мы ищем заимствования только в текстах. Итак, преподаватель проанализировал отчет, принял во внимание все, что сказала ему система, провел экспертную оценку, проверил работу. После этого он может выставить оценку данной работе. Причем шкала может задаваться по-разному в зависимости от вуза. Вы можете с помощью обращения к корневому администратору, который в свою очередь обратится к нам, выставить практически любую шкалу. Это от 0 до 100, стандартная 5-бальная система, 10-бальная, зачет-незачет. Часть из этих шкал уже есть в системе, но если вдруг у вас какая-то своя система, я думаю, что мы даже можем сделать систему для детского сада, где оценка звездочка, квадратик. Если у вас есть потребность в своеобразной шкале оценок, то вы можете обратиться к нам, мы сделаем его специально для вас. Вы выставляете в этой шкале оценку работе или говорите отправить на доработку. После чего... А, да, вот еще преподаватель может выгрузить справку о результатах проверки. Справка — это такой специально подготовленный нами одностраничный отчет, который содержит в себе основную информацию о результатах проверки. То есть после того, как преподаватель экспертно отредактировал отчет, он может выгрузить справку и приложить ее, скажем, в... Ну, если это ВКР, да, то может добавить к папке документов на защиту. И комиссия в процессе защиты может рассмотреть эту справку. Справка снабжена QR-кодом, с помощью которой всегда можно перейти на ее электронный оригинал и удостовериться в том, что распечатанный документ соответствует тому, что было в системе. Раз, да. Потом, значит, он содержит такую информацию, как фио-проверяющего, фамилию, имя, имя, общество автора, название работы, УГС, дисциплина, кафедра. В общем, там определенный набор полей. Но, важный момент, данная справка, она не является юридически значимой, пока ее не заверят преподаватели, не будет поставлена печать в ВУЗа. Ну, или каким-то другим способом, принятым в вашем ВУЗе, оформленным с помощью локальных нормативных актов, не будет сделано заверение данной справки. Еще также предостерегая вас от такой проблемы, часто бывает так, что делают в библиотеках какие-то аккаунты, общие доступы и так далее, студент сам распечатывает справку и сам несет ее в деканат, где ему ставят там подпись и так далее, и так далее, и так далее. Это некорректный способ. Объясню почему. Дело в том, что распечатанный документ мог быть сформирован совершенно не нашей системой, а нарисован в фотошопе. Ничего как бы не противоречит. И даже более того, в QR-коде можно сделать ссылку на сайт, который будет показывать единственную страницу именно вот с этой самой справкой, в которой будет все то же самое. Нужно еще посмотреть на... После того, как произведение загрузили, нужно смотреть на URL и видеть, а что же там происходит. Идет ли она, эта ссылка, на сайт системы антиплагиата или на какой-то левый сайт. Не должен студент приносить какие-то справки о том, что он проверил работу на заимствовании. Это должен делать эксперт, человек, который ставит свою подпись на этой справке и отвечает за результат. Это примерно как водители бы сами себя штрафовали за превышение скорости. Если студент распечатывает себе справку, это примерно то, что я сказал. Итак, студент получает результат. Он может увидеть в своем кабинете, что работа отправлена на доработку и комментарии преподавателя. Или, если все хорошо, оценка 5 и комментарии преподавателя, то все отлично. Также студент может увидеть краткий отчет, если это разрешит преподаватель в настройках задания. Кроме того, настраивается список модулей, по которым проводить проверку, и является ли это задание ВКР. Условно говоря, нужно ли его отправлять в электронную библиотечную систему организации после того, как задание завершится. Не его, а результаты. То есть, все, что было загружено в это задание, нужно ли отправлять в электронную библиотечную систему организации. Это все настройки задания, и преподаватель, когда его формирует, может это сделать. Кстати, формировать задание может не только преподаватель, но еще, например, секретарь госкомиссии, которая отвечает за защиту. То есть, преподаватель, мы говорим сейчас, это просто типичная должность, кто делает такие курсы задания. Итак, все. Все оценки проставлены, студенты получили все работы, доработали, получили все свои оценки. После этого, в соответствии с настройками для курсов и заданий, происходят две вещи автоматические. Первая вещь – это автоматическое помещение в индекс всех сданных и оцененных работ. И второе – это автоматическая публикация оцененных работ в электронной библиотечной системе организации. Давайте поподробнее на этом остановимся. Автоматическая индексация работ. Зачем это надо? Для того, чтобы последующие поколения студентов не могли бы брать работы предыдущих студентов и выдавать их за свои. То есть, сдавая из года в год одно и то же. Раз. Второе. Если ВУЗ участвует в такой программе, как «Кольцо ВУЗов», это наша инициатива, которая объединяет собственные коллекции всех ВУЗов, то в этом случае эту же работу не сможет сдать и студент из какого-то другого ВУЗа на другом конце страны. Потому что большинство ВУЗов участвуют в этой инициативе. «Кольцо ВУЗов» безопасно. В том плане, что если работа вашего ВУЗа будет найдена в другом ВУЗе, то полный текст работы вашего ВУЗа тому, кто нашел, показан не будет. Будут лишь показаны те фрагменты, которые нашлись. То есть, если пересечение только по введению, по обзору литературы, по выводам, то будут показаны только эти выводы. Только тот текст, который был в оригинале. Ну, не в оригинале, а в запросе. То есть, тот текст, который уже известен проверяющей стороне. Ну, вот работа перед ним длежит. Но будет информация о том, что работа с такими же фрагментами сдавалась где-то еще. Это уже как бы плюс, и студент, так сказать, обманщик не пройдет. Дальше. Автоматическая публикация ВКР в Эпсо. Ну, это как раз и есть то место, где мы интегрируемся с университетской библиотекой онлайн. В качестве электронной библиотечной системы организации может выступать университетская библиотека онлайн. Это специализированная система, которая по требованиям хранит распространенные конфликционные работы для тех, кто предоставляет доступ к ним, для тех, кто имеет право доступ к ним. Да, это такая вот формулировка, то есть совсем не обязательно публиковать все ваши работы на весь мир. Нет, это можно сделать только в рамках вашей организации. И преподаватели, и студенты последующих поколений могут видеть эти работы в электронной библиотечной системе организации. Это все регулируется вашими локальными актами. Преимущество схемы взаимодействия преподателей-студент это то, что большинство процессов автоматизировано. То есть не нужно преподавателю делать очень много работы по загрузке студентам, по взаимодействию. То есть все это делается буквально в несколько кликов. И весь процесс требования нормативно-правовых актов удовлетворяется. Вы выполняете пункт 38 и 636 приказа, никаких проблем нет. Что выгружается в электронную библиотечную систему организации? Выгружается оригинальный файл ВКР, то есть то, что было загружено студентам. Дата публикации, фактически дата загрузки. Угрупненная группа специальностей УДС, структурное подразделение, которое было для антиплагиадной структуры автоматически проставляется, потому что там все студенты заводятся в систему. А для других редакций вы можете руками вбить. То есть, например, студент грубо такой, или кафедра выпускающая такая. При загрузке работы, при загрузке работы. Научный руководитель, он же проверяющий. И автор студент. Вот эти поля выгружаются в электронную библиотечную систему организации, то есть в университетскую библиотеку онлайн. Так, кроме того, хотелось бы упомянуть, что для того, чтобы не вводить студентов, например, чтобы разрешить только вашим студентам регистрироваться по ходам, чтобы не вводить преподавателя, не раздавать им пароли, у нас вот есть интеграция с различными средствами авторизации. Мы поддерживаем интеграцию с Active Directory, OpenLDAP, ADFS, G Suite for Education, ADFS, это SAML, да, тоже есть. И вот две свежих интеграции, это Федерации вузов российских, это Runnet и FEDRUS. Вот. Интегрировав с этими системами идентификации, вы забудете о проблеме того, что вам нужно раздавать учетные данные для ваших преподавателей и студентов. Просто заводите их в специальные группы, наделяете правами и, пожалуйста, вот он уже, ну, студент, это студент, он заходит под единой учетной записью, которая также справедлива для других каких-то сервисов ваших внутривузов. Вот. Также хотелось пригласить вас еще на наши вебинары. Да, то, что я сегодня рассказывал про взаимодействие преподаватель-студент, это достаточно поверхностная вещь, и у нас существует более специализированный курс, который сосредоточен именно вот на этом взаимодействии, и там показывают прям видеоролики, как все это делать, то есть прям обучение полностью от, от и до. В общедоступных ресурсах есть ссылка на наш YouTube-канал с записью различных обучающих вебинаров по системе антиплагиат, а также я специально сделал ссылку именно на вебинар недавний, в месяц недавности, по взаимодействию преподавателей-студент. Если вас эта тема заинтриговала, заинтересовала, вы, пожалуйста, переходите по этой ссылочке и просмотрите этот вебинар, который подготовлен нашим идеологическим центром. Он гораздо полнее описывает то, что я рассказывал, потому что моя цель была скорее показать взаимодействие с университетской библиотекой онлайн и взаимодействие преподавателей-студент. Это такая большая подготовительная часть, которая объясняет, а что же мы интегрируемся с университетской библиотекой онлайн. Приходите к нам на YouTube-канал и смотрите обучающий вебинар, регистрируйтесь. У нас, к сожалению, никак в Директ-Академии на полгода расписания нет, но на следующий месяц уже все сформировано. Можете приходить и записываться. Все. Так, это все, что я хотел рассказать. Давайте теперь по вопросам, которые вы здесь написали. Так, один вопрос. Я в свое время для работы со студентами составлял конспект лекций по художественной образности текста. Использовала много терминов и их истолкований, пользуясь всем, что только можно, поскольку моя задача была донести информацию, а не открыть нечто новое. Мое здесь относится к компоновке текста, в некоторых случаях к расшифровке малопонятных истолкованных терминов. Теперь мне предлагают это опубликовать. Если я выступлю в роли не автора, а составителя, сославшись на источники использования информации, это не будет считаться плагиатом? О, достаточно сложный вопрос. Он скорее относится к авторскому праву. И я боюсь, что я здесь, наверное, не очень компетентен. И это лучше попробовать задать либо Юрию Чеховичу, который будет на этой неделе чуть позже, либо это все-таки нужно юристам, которые практикуются на авторском праве. То есть это такой сложный вопрос. Я не готов ответить. Будет считаться это плагиатом или нет? Тут очень много тонкостей, на самом деле, есть. Если это старые достаточно тексты, то они, наверное, являются народным достоянием. К ним определяются определенные нормы авторского права. Я не готов прокомментировать, к сожалению. Извините, не могу ответить на этот вопрос. Так, все. Вопросов больше нет. Павел Юрьевич, передаю вам слово. Я закончил. Павел Юрьевич, передаю вам слово. Продолжение следует...